Пятница Пятница Зарядка приводит наш организм в тонус и заряжает энергией на весь день. Это значит, что вы будете чувствовать себя прекрасно, иметь хорошее настроение в течение всего дня. Кроме того, постоянно выполнять утреннюю зарядку поможет сохранить и улучшить здоровый организм. Итак, первое упражнение. Круговые движения головой. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Руки перед собой, делаем махи руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, девять, десять. Закончили упражнение. Ставим ноги чуть шире плеч. Делаем круговые движения от изобедренного сустава. В правую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили упражнение. Ставим ноги опять чуть шире плеч и делаем наклоны вперед. К левой ноге и к правой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили упражнение. Ну и как полагается, каждый день мы делаем пять приседаний. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили упражнение. Я желаю всем бодрого и отличного дня. До свидания. Именины очень забавный праздник. Во-первых, именно на этот праздник можно спеть всем известную песенку про каравай. А во-вторых, когда вы поздравляете человека с Днем Ангела, он этого совсем не ожидает. Потому что, увы, именины постепенно выходят из нашей жизни. Для этого рубрика «Именины» каждый день напоминает вам, дорогие телезрители, кого сегодня можно поздравить. Итак, новый список имен на сегодня, 23 января. Анатолий. Значение имени в переводе из греческого «восток». Происхождение древнегреческое. В отношении с окружающими Анатолий спокоен и может найти общий язык с разными по характеру людьми. Но в критических ситуациях он может пойти наперекор коллективу, стать неуправляемым и создать сложные ситуации для близких ему людей. Анатолий справедлив, никогда не обидит человека с горяча. Талисман имени Ягуар, цвет бежевый, камень агат. Павел. Имя происходит от латинского слова «паулюс». С возрастом у Павла еще больше проявляется способность к сопереживанию, сочувствию. Люди смогут ему доверить свои тайны. Павел склонен пофилософствовать и нередко выбирает профессию, соответственно, своему спокойному характеру. Коллеги по работе будут ценить в Павле трудолюбие, надежность и способность в любой момент прийти на выручку товарищу. Предпочитает принимать гостей у себя дома, нежели ходить в гости самому. Талисман рябина, цвет бирюзовый, камень рубин. Григорий. Значение имени – бодрствующий, не спящий. Имя происходит от древнегреческого слова «Григори». В Англии распространена форма «Грегори», во Франции – «Грегуар». Григорий может освоить любую профессию. Может стать как водителем, так же и инженером, и фотографом. Ему не нравится, когда пытаются им командовать. Григорий – заядлый болельщик, посещает все подряд футбольные и хоккейные матчи. Талисман – кипарис, цвет коричневый, камень – гранит. Каждый человек не раз ощущал на себе магию музыки. Одно воспоминание о любимых композициях способно поднять настроение и подарить чувство радости. Игра на музыкальном инструменте или пение также вызывают особое наслаждение и даже ощущение счастья и общего подъема. В нашем городе вот уже четвертый год существует коллектив, который дарит нам это счастье – слушать хорошую музыку в качественном исполнении. Мы говорим о Западно-Казахстанском областном камерном оркестре, который был создан при поддержке Акимата Западно-Казахстанской области в 2011 году. В составе оркестра молодые талантливые музыканты нашей Западно-Казахстанской области, закончившие высшие музыкальные заведения в Казахстане, а также вот в России. Самарская консерватория, закончившая Алматинская консерватория. У нас молодой дирижер Хасанов Асхат – очень талантливый молодой музыкант. Он контрабасист, закончил консерваторию Алматинскую. Сейчас он в роли главного дирижера, который занимается оркестром. Он сам очень грамотный музыкант, делает инструментовки, аранжировки для оркестра. То есть репертуаром занимается тоже он. У коллектива уже поставлено более 40 концертных программ. И останавливаться на достигнутом они и не думают. В их репертуаре как классическая музыка зарубежных и казахских композиторов, так и современная. Камерный оркестр – это не просто какой-то род самодеятельности, а требующий очень огромных физических работ. В плане того, что это очень качественный оркестр на сегодняшний момент именно в нашей области. Оркестр выступает не только для взрослого зрителя. Также их часто приглашают в общеобразовательные школы, где ребятам исполняют программу именно для школьников. С коллективом выступают и солисты. Хоть я и работаю в этом коллективе не очень долго, но я очень счастлива работать с прекрасным коллективом камерного оркестра. И очень надеюсь, что мы добьемся очень больших успехов вместе. Коллектив выезжает и за пределы Уральска. Их выступлением наслаждались в Аксае, Актобе и Атырау. А также не остаются без внимания и близлежащие районы. Оркестр оснащен звукозаписывающей студией последнего поколения, где делаются качественные записи на отличной аппаратуре. Мы гордимся, что в нашем городе существует чуть ли не единственный в Казахстане оркестр подобного рода. Пожелаем коллективу творческих успехов. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Миржан Хашгиреев, ТДК-42. Субтитры создавал DimaTorzok Утюг один из самых первых и надежных помощников в быту. Но вот я знаю очень интересные факты из-за наших таких лихих 90-х, что раньше на утюгах жарили, к примеру, отбивные, что получалось довольно-таки неплохо и вкусно. Но отодвинем эти рецепты в сторону и начнем выбирать нашего помощника, такого горячего и надежного. Как выбрать утюг? Об этом в нашем следующем сюжете. Цель научных исследований по разработке и созданию подошвы – снизить трение в процессе глажения и защитить подошву от повреждений, которые неизбежны в процессе глажения вещей с пуговицами, кнопками и молниями. Кроме того, подошва утюга должна равномерно распределять тепло. Для покрытия подошвы утюга производители используют различные материалы – нержавеющую или хромированную сталь, алюминий или алюминий с антипригарным покрытием. Эффективность глажения в значительной степени зависит от мощности утюга. При нормальном режиме работы оптимальная мощность – 1600 Вт. В зависимости от модели утюга мощность изменяется от 1200 до 2200 Вт. Если ваша жизнь протекает в повышенном темпе, то, безусловно, вам нужен мощный утюг, который быстро нагревается. Хороший утюг точно поддерживает заданную температуру. Это особенно важно в режиме глажения синтетических и шелковых тканей, очень чувствительных даже к незначительному превышению 120 градусов. Через несколько мгновений мы расскажем, почему, дорогие женщины, вы должны отказаться от брюк. Коко Шанель еще в начале 20 века ввела в обиход брюки. Связано это было с тем, что в то военное время было совсем нелегко одеваться при помощи гувернанток, ведь тогда это были лишние растраты. Поэтому брюки прочно вошли в женский гардероб, а сегодня мы пытаемся от них отказаться, ведь они так прочно в нем укоренились. Да здравствуют юбки и платья, отныне именно они станут королевами вашего гардероба. Надевая брюки, мы перестаем быть женщиной. Перебираем на себя часть мужских дел, взваливаем на себя не свои обязанности. Надев платье до пола, вы не сможете так же просто тащить два пакета из ближайшего супермаркета, как если бы вы были в джинсах, не так ли? Надевая туфли и платье, меняется ваша походка и осанка. Вы становитесь гораздо привлекательнее не только для мужчин, но вы сами себя чувствуете по-другому. Одевая платье, вы просто не можете себе позволить не привести в порядок волосы, не сделав хотя бы легкий макияж, ну и, конечно же, маникюр. Вы начнете наконец-то о себе заботиться. Да, вам потребуется больше времени, чтобы выйти из дому, но поверьте, оно того стоит. Если вы начнете носить юбки и платья, то начнете развивать в себе женские качества. Гораздо проще быть доброй, мягкой и ласковой, когда вы в легком сарафане, чем когда вы в грубой джинсе. Многие религии запрещают женщинам носить брюки, основываясь на предписании Ветхого Завета. Мужчине непозволительно одеваться в женское платье, а женщине – в мужское. Одевая мужскую одежду, женщина принимает и мужские качества – резкость, грубость, развязанность в поведении. У вас наладится отношение с мужем или партнером. Когда мужчина увидит в вас мягкую женщину, которая полна любви и нежности, он начнет проявлять заботу и внимание, потому что вы этого достойны. Самая популярная отговорка для ношения брюк – в них теплее. Если правильно подобрать одежду, высокие сапоги, теплые колготки, шуба или длинный приталенный пуховик, то вы будете выглядеть очаровательно и на улице, и в помещении. Аквагрим станет приятной забавой на любом детском празднике. Ведь каждый ребенок хочет быть похожим на того или иного героя из его любимых мультфильмов. Сегодня мы расскажем про аквагрим более подробно, ведь он существует разный, не только детский, но и профессиональный. Аквагрим – это творческие рисунки, которые наносят на лицо и тело специальной краской. Дети очень часто фантазируют и представляют себя принцессами, отважными принцами, бабочками, волшебниками и многими другими сказочными персонажами. Аквагрим – своеобразный элемент костюма. Он не только привлекает внимание к действию, но и показывает характер персонажа для возможности погрузиться в свой сказочный мир, волшебный. Аквагрим абсолютно безвреден для кожи. Он легко наносится и также легко смывается водой и мылом. Аквагрим – это вид грима, который рисуется специальными красками. Краски из водной основы, они истоят из красителей и воды. Люди выбирают себе рисунки из этих альбомов и мы потом эти же рисунки на людях рисуем. Обычно своих любимых персонажей, например, девочки принцесс, более мальчики Бэтмена, Спайдермена, свои любимые персонажи выбирают. Как просто и легко задать новое настроение, образ, помочь детям и взрослым стать сказочными героями. Всего-то немного гейма на лице. Этим занимаются профессионалы, но можно попробовать и любителям. Главное – хорошее настроение и творческий задор. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Межах Ашгиреев, ТДК-42. На полках нынешних магазинов есть великое разнообразие подгузников. И прямо сейчас мы расскажем, конечно, при помощи советов специалиста, как правильно выбрать подгузники. Чтобы, самое главное, у вашего ребенка не было аллергии и в нем было, безусловно, комфортно. Итак, молодые родители, смотрим и запоминаем. Подгузники подбираются по размеру, по фирмам. Мамы подбирают своим детям, уже подсчитают определенные фирмы. И подбираем по размеру, допустим, с рождения. Если ребенок приходит к нам, мама просит подгузники с рождения, то единичка идет. Также они подразделяются на мягкую поверхность, которая не вызывает аллергии, не вызывает раздражения. Памперс премиум имеет хлопчатобумажное покрытие. Они являются гипоаллергенными подгузниками, не вызывают аллергию, раздражений. Впитываемость у них очень хорошая. Впитывают даже жидкий стул. И также они по размерам идут от 2 до 3 кг единичка. От 3 до 5 кг, 2 кг и так далее. Сейчас в данный момент у нас хорошо, большим способом пользуются памперсы японского производителя. Муни, Мэрисы. Также подбираются по весу ребенка. Впитываемость очень хорошая. У них хлопчатобумажное покрытие. Также очень мягкие, удобные резинки. Удобно очень одеваются эти подгузники. Они есть также в виде подгузников и в виде трусиков. На дворе пятница, а это значит, что самое время расписать планы на выходные. И очень здорово, если в ваши планы войдет кино. Что посмотреть на этих выходных, вы узнаете из нашего следующего сюжета, который расскажет вам, дорогие телезрители, что сейчас идет в кинотеатрах. Анют, посмотри расписание в синема парке и завтра сходим в кино. А я сейчас позвоню. 42-24-24. Алло, девушка, это синема парк. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, расписание на ближайшие выходные. Какие у вас будут фильмы показывать? Лондон. Дети, не отходим. Не смотрите туда, там какой-то медведь. Здравствуйте. Привет. Мэри. Присмотрите за этим медведем, спасибо. Только переночевать. У медведей бывают имена? Меня зовут. Может, тебе нужно новое имя? Новое имя? Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей. Приключения Паддингтона А вот и он. Двадцать лет прошло, он все приходит. Привет, друг. Принес тебе твоих любимых конфет. Да ладно, забей на нее. Мэри Сэмсонит просто девушка. Давай, приятель, говори, говори, давай! Попался! Минуточку, хочешь сказать, ты прикидывался 20 лет? Герои популярной кинокомедии «Братья Фаррелли» «Тупой и еще тупее» снова на экране. Джим Керри и Джефф Дэниелс вновь перевоплотились в парочку придурков, которые предстоит новое совместное приключение. Со времени их предыдущих похождений в первой части кинокартины минуло 20 лет. И герои фильма «Тупой и еще тупее 2», отменные Ллойд и Хэрри, пускаются на поиски. Они намерены отыскать одного из своих давно потерянных детей, надеясь на то, что получат для себя новую почку. Почему их нельзя заценить сейчас? Уверен, она оценит твою заботу о ее благополучии. Звони ей. Звоню! Не знаю, кто вы, но у нас тут очень важный разговор. Это твой отец! Что? Народ, знаю не вовремя, но я должен ответить. Это мой мертвый отец. Просила подождать. Эта страна была построена на великих идеалах. И все они разрушены... ...банковской системой. У Джеймса темное прошлое. Но сейчас он из всех сил пытается изменить свою жизнь. Встречается с красивой девушкой, устроился работать автомехаником, мечтает о собственном бизнесе. Тем временем, его старший брат Фрэнки, отсидевший 10 лет в тюрьме, выходит на свободу. Фрэнки пытается наладить отношения, но Джеймс не может простить брата за то, что много лет назад он втянул его в криминал. Из-за чего Джеймс отсидел 16 месяцев. Однако попытки Джеймса начать новую жизнь не складываются. Из-за тюремного прошлого он не может рассчитывать на хорошую работу и получает отказы в кредитовании своего бизнеса. Видя это, Фрэнки предлагает Джеймсу провести небольшое дельце. Он клянется, что это в последний раз. И после ограбления банка в Новом Орлеане у них будут деньги, и они вернут свою жизнь, которую когда-то потеряли. В результате небольшое дельце станет одним из самых кровавых и драматических налетов в истории Америки. Мы всегда были с тобой против всего мира. Ты мой брат, Фрэнки. Я люблю тебя. Доброе утро, дорогие наши телезрители. Праздник Крещения уже прошел, а крещенские морозы немного припоздали. Так вот, на ближайшие выходные синоптики обещают нам мороз да без осадков. Как говорится в стихотворении известного классика Александра Пушкина, погода будет мороз и солнце, день чудесный. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до минус 27-32 градусов ниже нуля. Днем до минус 20-25 градусов мороза. В выходные нас ждут морозные, поэтому редакция Доброго утра советует всем не звать про шапки, шарфы и варежки. Всем хороших и счастливых, улыбчивых выходных. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня на календаре 23 января, пятница. И я искренне желаю, чтобы этот день прилетел легко и незаметно. И вы с улыбкой на лице встретили грядущие выходные. Всем отличного настроения, хорошей пятницы и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин